Свети Берцфильм А.Б. Совместно с Бергатролл Филм и Сильвер Буллет Филм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Неудержимые викинги Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Скандинавию, в эру викингов В то время люди радовались простым вещам, таким как жертвоприношение животных, разграбление Европы и кулачные бои до полусмерти Раз в год люди собирались к Тинге для торговли и урегулирования разногласий в бою на острове смерти Два противника оставались на маленьком острове, тот, кто возвращался, считался победившим Мужская честь зависела от искусства управлять мечом, и даже боги сражались с гигантами Когда бог Тор ехал по небу, раздавались раскаты грома Стада А вот это не очень хорошо, стада 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 овец паслись на лугах для обеспечения продовольствием Любовь и взаимопонимание были также очень важны, а если серьезно, это все ерунда Они были просто кровожадными дикарями и жили только для того, чтобы убивать, калечить и грабить грязные язычники И это чистая правда У тебя будут дети, когда ты вырастешь? Да, я уже вырос Вопреки этим кровожадным временам, викинги были очень романтичными Что это за воли? Мне нравятся мужчины, которые настолько уверены в себе, что молчат Не хочешь присесть? Кто это? О, это мой брат Сиктриг Он тот самый Сиктриг? Самый известный в мире боец с острова Смерть? Ну, да Добрый вечер Это было захватывающее путешествие, я победил франконианца А чем ты занимался, братец, пока меня не было? Кормил свиней? Я заботился о младших братьях и сестрах А как же куры? Пуга-пуга-пуга-пуга-пуга-пуга Приветствую вас, незнакомцы Куда путь держите, странники? Мы идем в Тинг Принять участие в великом сражении на острове Смерти Жан Ги Ю разделает каждого до печени, пока тот произнесет полностью его имя Жан Шарль Жебер Амиль Ги Ю Имя длинноватое, но достойное, не правда ли? Защищайтесь! Мы тоже идем в Тинг Мы бываем там каждый год Это хорошее место, здесь можно встретить новых друзей Хм До встречи Как вы уже успели заметить, Хильдеген любит пофлиртовать Освальд любит ее Но она строит глазки бравым воинам Идолам, с которыми она никогда не сможет быть С ее отцом было невозможно договориться Выходи за меня замуж Что? Не вздумай приближаться к моей дочери, иначе я вырежу тебе сердце Отец! Чтобы завоевать внимание Хильдеген, Освальд решает обучиться искусству боя Он приходит к колдунье за зельем, которое сделало бы его непобедимым КОНЕЦ 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 Не трогай моего отца! Я справлюсь с тобой. Я умею с этим обращаться. И затем он ушел. Самый ужасный убийца всех времен. Поговаривают, что он даже и не существовал на самом деле. Терсет Олале. Не произноси его имени! Снято. Полная херня. Давайте переснимем. Пять, четыре, три. Наш герой Освальд повстречался с самым ужасным убийцей. Персет Олале. Не произноси его имени! Персет. Персет, Персет. Ну, давай. Я тебя предупреждал. Итак, продолжим нашу прававую, извините, историю. Освальд и его братья-сестры утешали друг друга, как могли. Его старший брат, Сиктрик, хочет сразиться с ним в Тинге, чтобы отомстить. Освальд сколебнется. Все-таки собравшись в дорогу, Освальд прощается с любимым братом Чорве. Чорве. И они отправляются в путь. Защищайся! Ты убийца? Нет. Ты уверен? Нет. Подожди! Я же безоружен. Освальд, одолжи ему свой меч. Ты берсеркер? Это я берсеркер! Защищайся, убийца! Хорошо, хорошо, хорошо. Да, я все объясню. Я Колскаг. Разве ты не хочешь стать непобедимым? Чтобы никто и никогда не смог одержать верх над тобой. Дешевый развод! Погоди, он и правда не убийца? Спасибо. Я сделаю из тебя берсеркера. Берсеркера, хорошо. Хорошо. Итак, берсеркеры. Лишь немногие воины могли прийти в такую ярость, что их кожа становилась как броня. Они уже были берсеркерами. Единственной проблемой было то, что они убивали всех на своем пути. И только любовь могла контролировать ярость берсеркеров. Только любовь. У меня была привольная жизнь при дворе Эрика Кровавого Топора. Истинного берсеркера редко удается встретить. Итак, ты знаешь, кто убийца? Я прикончу его! Нет! Почему ты так решил? Ты не знаешь, кто убийца, а я тебе не скажу. Ты знал, что сегодня Освальд, день рождения? Правда? Сегодня? По идее, да. Во всяком случае, примерно в эти дни. Точно. А у меня даже нет подарка. У тебя есть подарок. Сделай его берсеркером. Думаешь, он этого достоин? Поверь мне. Мне кажется, что ты что-то скрываешь. Я убью тебя! Я не видел убийцу в лицо, клянусь! Прошу тебя, Сиктрик! Дай вы с ним переговори. Я знаю, что вы ищете убийцу. Вы знаете только его имя. Персет Олалле. Вот что мы сделаем. Ты вызываешь Персета на бой на острове смерти. Затем ты заманиваешь его на пляж прогуляться. И как бы случайно спотыкаешься, и тут на помощь тебе приходит Сиктрик. Даже и не знаю. Подумай о Хильдеген. Это очень мужественный поступок. Освальд пребывает в Тинг с целью найти Хильдеген и показать ей свою вновь приобретенную силу. Он не мог поверить своему счастью. Завоевать Хильдеген и стать воином без особого риска потерять голову с плеч слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но и деняк. Сначала оплати. Ступид... Ступид... Ступид ас. Придурок. Ступид ас. это. Пока. Извините. Вы не видели здесь прекрасную девушку? Видел ли я прекрасную девушку? Да их здесь полно, просто оглянись. Нет, нет, она такая... блондинка. Блондинка. Понятное дело. Ее зовут Хильдеген. Хильдеген Найтсон. Самая прекрасная девушка в Гетталант. Ее возжелал бы каждый, которая находится здесь с самого утра и сказала мне, куда собирается? Да, 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 да. Нет, такой я не знаю. Но вы же только что сказали. Информация платная. Да ладно вам. Бизнес, есть бизнес. Она пошла в лес, вон той дорогой. Натого. Ага. Гуку. Гуку-гангкан. Гуку-гангкан. Только любовь может контролировать Берсеркера. Отпусти меня, зверь. Похищение с целью женитьбы? Погоди, вот мой отец узнает об этом. Я просто хотел поговорить. Ты сам дьявол. Ты можешь делать со мной все, что захочешь, с беззащитной девушкой. Я не хотел. Ты воспользуешься моей юностью, а затем мой отец заставит тебя жениться на мне. О, нет. Нет, нет. Нет, 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 я даже и не думал об этом. Почему же? Мне кажется, я теряю сознание. Такая слабая и беззащитная. Да. Просто похищение с целью жизни. Девушки отдыхают. Привет, убийца! Я отомщу тебе за отца и вызываю тебя на бой на Острове Смерти. Я отомщу тебе за отца и вызываю тебя на бой на Острове Смерти. Я отомщу тебе за отца и вызываю тебя на бой на Острове Смерти. Я отомщу тебе за отца и вызываю тебя на бой на Острове Смерти. Я должен был это предусмотреть. Если ты не будешь сражаться, ты станешь изгоем. Назад дороги нет. Иначе ты разочаруешь всех, особенно Хильдеген. Ты должен сразиться. Не хочу! Я отомщу тебе за отца и вызываю тебя на бой на Острове Смерти. Я отомщу тебе за отца и вызываю тебя на бой на Острове Смерти. Ну-ну, не расстраивайся, голубка. Пусть аромат тысячи роз успокоит тебя. Мне нет до этого никакого дела. Конечно. Он такой... У него всегда грязь под ногтями. О, нет. Пойдем. Пойдем, любовь моя. С ним сложнее, чем я думал. Как ты это сделал? Просто протолкнул и все. То есть все по-настоящему? Конечно. Как я могу изобразить меч внутри себя? Понятно, но что же ты будешь делать теперь? Ничего страшного. Я же берсеркер. Меня невозможно ранить. Невозможно. Только в ярости берсеркер неуязвим. Меч тебя не укусит. Он хорош только против такого же куска железа. Понятно тебе? Очень смешно. Иди сюда и помоги мне. Освальд трусливо сбежал с матча на острове смерти. Теперь каждый сможет убить его без зазрения совести. Никто не должен говорить с ним и помогать ему. Иначе он будет изгнан. Освальд останется здесь в наказании. Продолжение следует... Я не тот, освальд, которого ты ищешь. Молчать. Кто ты? Попался. Сам попался. А вот мне так не кажется. Я не крал эту корову. Она была дикая. Это краденое мясо? Не смей мне лгать. Я Эрик Широкая Рука. Сын короля Упланда Эрика Кровавый Топор. Наследник трона. Ты украл это? Эта корова принадлежала армии Упланда. Ты можешь либо умереть, либо войти в ряды армии Упланда. Хватит! Мы боремся за трон законного наследника Упланда. А это я. Мы бесстрашные люди. Ты с нами или как? Прежде чем ты сделаешь свой выбор, я с вами. Что? Я с вами. Встань. Прекрасно. Вы идете на войну? Думаешь, все так просто? Мы не можем просто пойти и убить моего дядю, незаконного короля. Нужно все подготовить, провести разведку, придумать хитроумный план. Его дом – настоящая крепость, и она охраняется свирепыми воинами и огромными страшными драконами. Драконов. Ну, может, драконов как раз и нет? Драконов. Драконов. Дух Свободы. Дух Свободы. Наша миссия почти невыполнима, поэтому мы вынуждены скрываться. Но кто-то должен быть разведчиком. Возможно, разумнее было бы быть ближе к Упланду. Конечно, если вам страшно. Нет, конечно, нет. Как я мог подумать об этом? Смотрите, там осталось немного мяса. Мне нужен небольшой кусочек мяса. Зачем? Видите ли... Что? Мне что-то попало в глаз. Если мы дикие люди, это не значит, что мы ничего не чувствуем. Это не так. Ты хороший парень. Мы займемся твоим обучением. Я знал, что вы сможете мне помочь. Давай, прыгай! Год спустя. Честно говоря, ты ничему не научился. Я знал, что вы мне не поможете. Но мы твои друзья. Осфальт! Ну что ж. Дела таковы, что ты должен защитить свою честь. Сразиться с Персетом Олале. Наконец-то! Месть! Мы поможем! Инкогнито! Настало время отомстить! Конечно, конечно! Это... Смотрите, лебедь! Свободная армия у Планда! Освальд соглашается с большой неохотой. Утром я видел Освальда. А где же он сейчас? Он изгой. Нас не должны видеть вместе. Это же палатка Сиктрига. Не хочешь же ты сказать, что он завещал ее мне? О! Да ты жив! Ты можешь помочь вернуть мое честное имя. Я понимаю, почему ты так смотришь на меня, но... Дело не в этом. Ты всегда был трусишкой, пока не стал большим... ...и жирным трусом. Забудь об этом! Никто не должен говорить с ним и помогать ему, иначе он будет изгнан. Изгой! 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 Девушки отдыхают У меня так было, немного жжет, когда его вынимаешь И не говори, послушай меня А что, если ты поможешь брату? Что тогда? Ну, все постараются меня убить Точно О, прекрасно Отныне Мой брат Оспальт Отважный, более не изгой И я убью любого, кто будет против Я сожгу их дома И убью их дочерей Я отравлю их скот Разбросаю соль по земле, чтобы не было урожая А потом я сделаю Чего тебе? Думаю, они все поняли И так по истечении года Оспальт и Хильдеген Снова смогли быть вместе Разве Жан Гью Не идеальный мужчина? Он убил полярного медведя Голыми руками Он француз Разве Жан Гью Не идеальный мужчина? Он француз Я вызываю тебя, Жан Гью На бой на острове смерти Я берсеркер Тебе лучше успокоиться Иначе штаны порвутся Я эрик широкая рука Я должен помочь своему другу Если его брат Слишком труслив для этого Я вызываю всех вас Никто не останется в живых Остановите этого человека Я персет Оуэлле Убийца твоего отца Я вызываю тебя Я вызываю тебя Мне нужны Осфальт и Сиктрик Нет Это я хотел драться со знаменитым Сиктриком Такой бой О котором можно писать поэмы Жан Гью победил лучшего воина Во всем Гетелланде Мой меч Отделить голову От твоего бренного тела Раз, раз и тебе конец Да здравствует Франция Нужно устроить турнир Турнир Что за тупица Турнир это Турнир это Турнир Смотрите Есть 8 участников 1, 2, 3, 4, 5, 6 В первом раунде у нас 4 поединка 8 участников и 4 поединка В полуфинале будет уже 2 поединка и 4 участника 4 человека Через 2 часа 4 поединка Четверо убитых 4 человека 2 поединка 2 убитых 1 поединок 1 убитый И один живой Он и есть победитель То есть выживет только один человек А если кто-то попытается сбежать? Да я никогда Не начать ли нам? А как же старейшины? Слишком утомительно делать это сейчас Устроен турнир Через 3 дня Нет, нет Освальд уже однажды сбежал Сделаем так Все поклянутся на камнях Что если они не появятся на поединке То их найдут и убьют На глазах у родственников Пока их тоже не убьют Клянусь, что если не появлюсь на поединке То меня найдут и убьют На глазах у родственников Пока их тоже не убьют Итак, через три дня будет турнир из восьми поединков на Острове Смерти. И только один из вас останется в живых. Хорошего дня! Девушки отдыхают. Он решается на свержении незаконного короля и восстановлении Эрика на троне. Это я. И немного промочить горло перед дальней дорогой. И он пустился в путь. Девушки отдыхают. Да? Чем я могу вам помочь? Мне нужно что-нибудь для моих раненых рук. О! Взгляните туда. Итак, продолжим. Ты готов? Отлично. Освальд очень боится. Он не знает, выживет ли он после первого сражения. Это судьба. О, Боже! Ты это видел? Ты это видел? Много уродцев можно увидеть в наши дни. Им нужна лицензия, или они не жильцы. В любом случае, Освальду нужна удача. Задолжим. И да, маленькая деталь. Он пока еще не сказал Хильдеген, что в этом турнире он будет сражаться с ее идеальным мужчиной Жаном Гею. Ты какой-то странный. Ты что-то хочешь мне сказать? Знаешь, ты не такой уж красавчик. Иногда ты даже не вежлив. Но ты искренне, ты мне нравишься. Ничего не хочешь мне сказать? Например? Например, что я тоже тебе нравлюсь. Конечно, конечно, ты мне нравишься. Я даже люблю тебя. Дурачок. Он мне так надоел. Он постоянно бегает за мной. Но он хороший боец. Вероятно, он легко справится со своим противником. А может быть, его противник тоже силен. Я знаю, что его заслуги весьма незначительны. Он даже не достоин быть рядом со всеми остальными. Так сказал Жан Гью. Разве это не прекрасно? Он настоящий француз. Я вызываю тебя на поединок на острове смерти! Если хочешь выжить, будь берсеркером. Я очень стараюсь. Ты даже еще не начинал. Тебе придется напрячься сильнее, чем за всю твою прошедшую жизнь. Ты должен научиться скрытым выпадам, убийству, уничтожению, грабежам, разделке, обезглавливанию, а также колоть и рубить. Хватит меня запугивать! Извини, я немного увлекся. Это твоя судьба. Ты не ходил, колдунья? Не ходил? Конечно! Нет! Хорошо, хорошо. Ты уже готов стать берсеркером. Я уже чувствую твою ярость. Нет ли чего-то, что ты от меня скрываешь? Скажи. Я думал, ты знаешь. В мире так много боли. Я хочу стать лекарем и помогать людям. Правда? Да! Правда? Нет. Пожалуйста, защити меня. Ты можешь прибегнуть к какой-нибудь хитрости? Есть одно заклинание. Ну, не так, чтобы сильное, но... Пусть моя сестра высосет жизнь из меня, высшит огнём глаза и вырвет мой язык, если я кому-то причинила вред. Не уверен, что готов на это пойти. Я так и думала. День поединка, наконец-то! Ура! Здорово! И погода прекрасная! Первый день турнира. Это меч, который сразил половину доблестной армии Эрика Кровавый Топор. Всё ещё острый. Чёрт, держи. Не могу выносить вида собственной крови. Я думал, ты был великим воином. Я берсеркер. У меня не было ранений. Победитель в поединке получит меч побеждённого. Я хочу подарить тебе свой меч. Вот, как я в тебя верю. Ты должен это ценить. То есть, ты серьёзно веришь, что я могу победить? Да. А иначе мне придётся сражаться с победителем, чтобы вернуть меч. У него есть имя. Голова с плеч. Турнир на Острове Смерти. Защищайся! Жан Ги Ю порубит любого. Ничего не хочешь мне поручить, когда я буду возвращаться? Никаких прощальных слов для опечаленной девушки. Послушай, я должен тебя предупредить. Я одинаково хорошо могу драться обеими руками. Защищайся! А сейчас бумеранг. Вуаля! О, свальк! Француз размахивал шпагой в воздухе. Показывал викингу разные трюки. Но руки потные, и шпага упала. Француз наклонился, и... Голова с плеч. Вуаля! А-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Широкая рука! Вот кто наш настоящий король! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где проходит турнир на Острове Смерти? Да, да, да. Этого не может быть! Теперь Эрик наш король! Я должен его спасти! Простите. Широкая рука! Теперь ты, король! Я тебя не слышу! Теперь ты, король! Возвращайся! Да, мы поговорим, когда я вернусь! Персет-Ол-Але! Выходи на бой! Попробуй! Попробуй напасть на меня здесь, жалкий ублюдок! Бастард! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемый бесстрашный воин, мы настолько впечатлены вашим поступком, что нижайше просим вас быть нашим королем. Ой, ну. Как-то неудобно получается. Я убил гонца. Ты можешь просто сказать, что он споткнулся и умер. Итак, Айвилд покидает наш рассказ, чтобы стать королем Уфланда. Жан Гю мертв. Каким бы незначительным ни был его противник, он все же сумел его обмануть. Самый лучший боец в мире не мог умереть просто так. Не от руки труса и обманщика. Правда? 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 Правда! Правда! Правда. Правда. Вот оно. Убивай долго и мучительно. Ты отравил меня? Ты отравил меня. Да? Понимаю. Это чтобы я не проболтался. Правильно. Ну что ж. Бизнес есть бизнес. Остфальд чувствовал, что жить ему осталось недолго. Он будет бороться со своим братом, которого он никогда, никогда, никогда не побеждал. Он смыл кровь у Жанна Гию со своего меча. Можно я посмотрю на твой меч? Ты победишь. Ты победишь. Не переживайте, победит сильнейший Неплохо у тебя получается Ну, это, по меньшей мере, не солидно Что? Ничего Ну, держись, братишка Спасайся, братишка Ты не сможешь потерять честь в любом случае Но мы же одна семья Совершенно верно Я хочу сказать, что все наши родственники будут убиты, если я убегу Да, понимаю Погоди, погоди Ты позаботишься о наших родственниках Нет, нет, это твоя работа Я буду мертв Или ты будешь мертв Черт Ладно В любом случае, выигравший позаботится о детях Это было не очень разумно с твоей стороны Это было не очень разумно с твоей стороны Черт возьми Черт возьми Твой меч кусается Неплохо у тебя получается, братишка Ты будешь героем Ты будешь героем Персет Персет рассказал Персет рассказал Хильдеген, что Освальд победил И он сказал, что Освальд убил Жанна Гию при помощи яда Ничего себе Люди придут на меня посмотреть Я стал героем После стольких лет Я больше не трус Я умру как герой Это был честный бой Что? Это был честный бой Сиктрик умер от небольшой раны Между нами, говоря, это колдовство Колдовство Ты солгал мне По крайней мере, я умру как герой Я не думаю, что он использовал яд Ты сказал, яд? Ты отравил собственного брата? И кто ты после этого? Надеюсь, что больше никогда наши пути не сойдутся Ну и пожалуйста Ты мне никогда не нравилась И у тебя твисла и сиськи Яд Но это был обман Обман? Обман 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 Отец наш И святой дух Итак, этот христианский Бог на самом деле так миролюбив? Ну, он убивает первенцев, говорит, убивает тех, кто нарушает его заповеди, а большинство горят в аду после смерти. А кроме этого? Да, он миролюбивый Бог, дитя мое, миролюбивый. Прошу прощения. Ударить. Я начинаю гнить. Слезай. Слезай. Расслабься. Расслабься, что за безумная идея стать воином после всего? Я изменюсь. В любом случае, я больше не хочу быть воином. Я хочу спасать людей. Хочу быть лекарем. Ты клянешься? Да. Да. Открыто. Спокойно, колдунья. Нет! Если ты не будешь сражаться, Персет Олале убьет всю твою семью. Включая Терве. Так, скорее всего, и будет. Есть другой путь. Сражайся и победи его. Стань Берсеркером вопреки всему. Будь непобедимым. А как насчет этого? Ты можешь съесть это позже. Но это мое. Ты должен бороться. Иначе они вырежут твою семью, как свиней. Ты не можешь заставить меня. Я же умру. Какой же ты тупой. Тебе нужен был всего один глоток этого напитка, а ты выпил всё. Это дорого стоит. Чёрт возьми. Чёрт. Пока будет идти кровь, человек будет жив. Ярость осталась только в памяти. У Освальда не будет ярости. Поднимайся. Это твой мужчина. Беги, пока ещё не поздно. Освальд! Ты сегодня борешься? Я знаю, а ты стала христианкой. Это не так уж весело. Всё из-за белого платья. Могу вернуться в старую веру. И я не обманщик. Кому до этого делали? Мне! Кто-то отравил мой меч, и я убил брата. Но ты жив. К несчастью для тебя. К несчастью для меня! Чёртовы поединки! Столько людей гибнет! Один! Продолжение следует... В любом случае, ты мне нравишься. Когда начнётся бой? Я не пойду на бой. В любом случае, я умру. Но ты же берсеркер. Мне нужно разозлиться. А ты не можешь? Нет, мне страшно. Но... Если я буду драться... Но я не буду. Если я буду драться и выживу... Возможно, мы с тобой вдвоём могли бы... Ну... Да. Могли бы пожениться. Конечно, это глупо. Я бы сказала, да. Да. Братишки тебя полюбят. Какие ещё братишки? У меня есть 10 братишек. Мы все сироты. Беру свои слова обратно. Что? Я много думала, и пока... Не готова выйти замуж. Ты бы всё равно была плохой матерью. Ты придурок и обманщик. Ты использовал яд. Обманщик. Неудачник. Обманщик. 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 Что ты делаешь? Она заговорила тебя, чтобы ты не смог разозлиться. Ты не сможешь стать берсеркером, пока она жива. Это правда? Ты должен решить, кто ты, хороший или плохой. Там нет места для манёвров. Неважно, кто ты, убийца или целитель, разрушитель или строитель. Да, я знала это. Он не боится умереть из-за позора, который его ждёт. Если он выживет. Ты знаешь, что действуешь верно. Я должен умереть из-за позора? Да, ты станешь мучеником. Займись ею. Освальд, ты должен придумать какой-то манёвр. Подумай об этом, Освальд. Освальд будет изгоем в Веуме, и горе тому, кто захочет помочь ему. Я здесь! Почему ты так ненавидишь нас? Я твой отец, Люк. Освальд. Правда? Поскольку отец Хельдеген погиб, она осталась без крови и пищи, и поняла, что ее единственным другом является Освальд. Она пошла к дяде за советом. Мне очень жаль, что твой отец умер, но я не могу стать твоим опекуном, поэтому я выдаю тебя замуж за Кетила. А вот и он. Я не могу выйти замуж за него. Придется. Мой отец уже нашел мне жениха. И кого же? Кто? Самого храброго воина в Гетиленде – Освальда. Освальд. Наверное, он уже умер. Нет, он жив. Он сражается с Персетом. Я люблю его. Я хочу выйти за него замуж. Нет, ты не хочешь. А ну, вернись. Освальд. Освальд, ты думаешь, это ты убил брата? А это я. Я отравил твой меч. Это нечестно, ублюдок! Все кончено. Я отравил нож. Смотри. Хильдаген! Хильдаген! Верней с Хильдаген! Хильдаген! Кэтилл не мертвый, он немного вялый. Давай же, иди сюда. Освальд, берсеркер, вам нас не остановить! Добрый вечер, сэр! Озвальд, я люблю тебя. Они хотят выдать меня за уродца. Так ты выйдешь за меня? Будь ты проклята женщина! Никак не можешь решиться. Я сражался и убил своего брата. Я был ранен и почти умер. А сейчас я погибну на этом острове, а ты плаваешь в этом чертовом озере и все еще... не можешь решиться. Это приводит меня в неописуемую ярость! О, как же я разгневан! Если берсеркер в ярости, он становится неуязвимым. Последний раз спрашиваю. Ты выйдешь за меня! Ну, мне нужно подумать. Я убью всех, и тебя тоже! Помни, только любовь может остановить берсеркера. Я шучу. Конечно, я выйду за тебя. Как ты думаешь, почему я здесь? Я не знал, что я здесь. О? Продолжение следует... Автор сценария и режиссер Йоким Йордеби. Продюсеры Кристиан Сунуквист и Йоким Йордеби. Не пытайтесь повторить это дома. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...